Сложнейшее и беспрецедентное дело по деприватизации кучуксульфата рассмотрено за один день. Алтайскому арбитражному суду понадобилось всего 12 часов, чтобы рассмотреть дело и вынести вердикт об изъятии у собственников 100% акций. При этом судья отказал ответчикам в проведении дополнительных экспертиз и вызове на заседание свидетелей приватизации независимых специалистов. Подробнее о том, как принималось решение, перечеркнувшее 30-летний труд акционеров в нашем сюжете. Казалось бы, задача любого суда проста и понятна. Выслушать доводы обеих сторон, назначить проверки, опросить свидетелей и экспертов. Однако и здесь бывают исключения. Накануне прошло судебное заседание, по итогам которого 100% акций кучуксульфата у собственников изъяли в пользу государства. Вероятно, доводы ответчиков не оказались для суда убедительными, в отличие от аргументов генеральной прокуратуры, зачастую не имевших отношения к делу. Согласно открытым, общедоступным информационным источникам, добываемый заводом «Мирабелит», известный также под названием «Глауберова соль», ничто иное, как стекольное сырье природного происхождения. Таким образом, производственная деятельность завода предусмотрена так полюбившейся ответчикам классификацией опорта. Кучуксульфат продает сульфат натрия, не «Мирабелит». «Мирабелит» ни одного грамма за 60 лет никому не продано. Он не имеет коммерческой ценности. Мы слышали, вы знаете. Возьмите статистику, посмотрите, там все указано. Ответчики пытались доказать несостоятельность высказывания Александра Моруценко, но суд не внял их доводом. Ни один из представленных свидетелей приватизации завода не был опрошен. А ходатайства о проведении дополнительных экспертиз проигнорированы. Прокуратура вновь настаивала на отношении кучуксульфата к добывающей промышленности. В качестве доказательств Моруценко приводил якобы экспертное заключение. Но сделано оно преподавателями рядового вуза, не имеющими необходимой квалификации. Предметом исследования являлся вопрос извлечения «Мирабелита» геотехнологическим способом с точки зрения технологии. И этот вопрос относится к области технических наук. А в составе экспертной группы были специалисты, которые обладали ученой степенью по геологическим наукам. То есть это другая область знаний. Они не могли дать заключение. Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, сторона защиты провела независимую экспертизу. Ее авторами стали ученые Российской академии наук, специалисты в технической области. Кроме того, эксперты лично прибыли в Барнаул, однако не смогли попасть в зал суда. Ходатайство ответчиков об их привлечении было отклонено. Это поразило большинство присутствующих. Не меньшее удивление вызвал представитель материального истца – фонда имущества. В дистанционном диалоге с адвокатами девушка попросту терялась, не зная, что ответить. Я повторюсь, когда образован-то ваш фонд? Вы историю знаете, мне кажется. За все эти 30 лет или 40 лет фонд имущества проводил иммунитаризацию федеральной собственности. Я не знаю. Информации об этом нет. Когда непосредственно то юридическое лицо, которое вы представляете, могла узнать о тех обстоятельствах, которые мы сейчас рассматриваем. Вопрос заключается в чем? Итак, по кругу. Что касается претензий к представителям кучуксульфата, фонд имущества использовал лишь одну формулировку. Полностью поддерживаем позицию генеральной прокуратуры. Вновь отличился и сам прокурор. Несмотря на общественное осуждение за некорректные оценки в адрес лиц, причастных к приватизации завода, Александр Моруценко не отказался от тактики, построенной на насмешках над другими участниками процесса. Вы получали, нет? По перечню. Идет речь о пояснении, о подописке, о отзыве, о чем речь. Письменные пояснения. Вот не надо, с памяти. Позвольте, мальчику реварочку, просто театр абсурд, извините, если кого-то я опять отбуду, который продолжается в течение пяти месяцев, и который пристрадляется у нас как аргумент особых сложностей, сложности в осмотрении этого дела никакого нет. К слову, театр абсурда не вызвал реакции суда. Впрочем, как и выступления сторон, в ходе слушаний судья вовсе не задавала вопросов. После 12-часового заседания буквально за полчаса был вынесен вердикт. За это время его не приготовить. Решение, на мой взгляд, было готово. Поэтому она сегодня так гнала, 12 часов, и надо было закончить. Ну, что сказать. У меня сложилось впечатление, что человек не разобрался в приватизации и не вникал. Теперь, когда акционеры лишились своих активов, еще более серьезно обостряется судьба поселка Степное озеро. Примечательно, что в развитии моногорода прокуратура не видит заслуг собственников кучук сульфата и считает, что завод выбрался из банкротства и стал процветать сам по себе. Получается, что и такие процессы, как, например, строительство ТЭЦ, тоже произошли сами по себе. Несмотря на решение суда, акционеры не готовы сдаваться. Они будут обжаловать решение алтайского арбитража. Ведь такой прецедент может запустить цепочку деприватизаций по всей стране. А значит, пострадают сотни тысяч людей. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.